Продолжение следует... Продолжение следует... Одну секунду, Иван Георгиевич. Нет, я не слышу. Продолжай, Иван Георгиевич. Первая фаза – это воспалительная, когда рана проходит через фазу самоочищения. Следующая фаза – регенерация и пролиферация, когда формируется грануляционная ткань. Презентации так и нет. У меня появилось. Дважды нажмите на окно. Александр Савдорович, дважды нажмите. Да, да, я сделал. Иван Георгиевич. И, наконец, фаза эпителизации, когда формируется рубцовая ткань. Несмотря на успехи современной медицины, ранние послеоперационные осложнения при операциях по поводу саркома опорно-двигательного аппарата достигают достаточно высоких цифр. При этом половину из них зачастую составляют локальные инфекционные осложнения. Так, например, частота осложнений при операциях по реконструкции костей таза, как в наиболее травматичной и длительной, варьирует в широких пределах и достигает 65%. Предикторами развития послеоперационных осложнений при саркомах мягких тканей являются размер опхоли более 10 см, степень злокачественности, глубина опхоли, проведенная предоперационная химия или лучевая терапия. Если говорить о факторах риска послеоперационных осложнений при саркомах костей, то они почти то же самое, но сюда добавляется более длительная операция, более массивная кровопотеря и наличие имплантируемых систем. Резюмерой вышеизложенной особенности послеоперационных ран при обхоле опорно-двигательного аппарата являются обширные дефекты, сложные конфигурации, наличие инородных имплантированных конструкций, что обуславливает высокий риск инфекционных осложнений. Что подводит нас к выбору метода дренирования данного вида ран, которые могут быть как пассивные, так и активные. В последнее время набирает популярность метод вакуум-терапии, метод лечения ран различной этиологии, ускоряющий течение раневого процесса. Данный термин был предложен специалистами компании Kinetic Concepts в 80-х годах прошлого века. Принципиальная схема работы данной системы заключается в пенополиуретановой губке, которая укладывается в полость раны, сверху закрывается адгезивной пленкой и через порт подсоединяется к вакуумной помпе, которая генерирует постоянное отрицательное давление. Гидрофобная полиуретановая губка, которая используется, имеет размеры пор от 400 до 600 микрометров, которые обеспечивают равномерное распределение отрицательного давления. Структура пор способствует удалению эксудата и инфекционного материала. Гибкая конструкция адаптируется к контурам глубоких и неправильной формы ран. При этом сжимается до половины размера под отрицательным давлением, что позволяет сблизить края раны. Достигается активное удаление избыточного родимого отделяемого, в том числе веществ, замудляющих заживление раны. Достигается ускорение снижения бактериальной обсемененности тканей раны. Так, деконтаминация раны ниже критического уровня при использовании вакуум-терапии достигается к 4-5 суткам против 11 суток при других методах местного лечения ран. Снижение локального интернационального отека тканей, снижение межклеточного давления и усиление местного лимфо- и транскапиллярного транспорта позволяет усилить доступ медикаментозных препаратов и ускорить заживление раны. Растяжение и деформация тканей раневого ложа вызывает деформацию клеток вакуумируемых тканей и стимулирует миграцию и пролиферацию клеток. Ввиду постоянного отрицательного давления достигается уменьшение площади раны, что впоследствии снижает необходимость использования пластики. Раневая гипоксия и локальное снижение парциального давления кислорода в ране стимулируют формирование новых сосудов. Как было показано в данной статье, прирост интенсивности местного кровообращения при уровне отрицательного давления 125 мм рт.ст. примерно на 400% увеличивал формирование капилляров по отношению к исходному уровню. Какие же преимущества системы контролируемого отрицательного давления? Это большая площадь дренирования, снижение количества перевязок, возможность использования на ранах различной конфигурации, сокращение затрат как матемериальных, так и временных, профилактика внутрибольничных инфекций ввиду того, что рана постоянно закрыта адгезивной пленкой, усиление эффекта медикаментозного лечения ввиду стимуляции кровотока. Как и любая система, данная система не лишена своих недостатков. Первое – это необходимость использования переносного вакуум-насоса, стоимость расходных материалов, а также выраженный болевой синдром при смене повязок, который зачастую требует использования общего обезболивания. Показаниями к применению данных систем являются хронические раны, инфицированные раны и профилактическое использование. Систематический метаанализ, проведенный в 2020 году, показал, что применение системы контролируемого давления в профилактических целях достоверно улучшает как сроки, так и успех на заживление больших послеоперационных ран. В данной статье было показано, что профилактическое применение системы контролируемого отрицательного давления позволяет достоверно улучшить сроки заживления и успех на приживаемость свободного кожного трансплантата. Однако, существуют и ограничения в применении. Это, в первую очередь, наличие остаточной опухолевой массы, ишемические раны, аллергические реакции на компоненты повязок и истонченная и компримированная кожа. Осложняемыми при применении данной системы являются кровотечение, формирование фистулы, мацерация кожных покровов, мальнутриция ввиду постоянного удаления раневого отделяемого и также возможное реинфицирование. На данном слайде представлен наш опыт применения. Здесь у пациента на десятые сутки после удаления опухоли мягких тканей бедра развилось нагноение послеоперационной раны, которая потребовала выполнения массивной некорректомии, формирования системы контролируемого отрицательного давления, которая позволила добиться полного заживления раны к 30-м суток после выявления инфицирования. На данном слайде представлен опыт применения при свободном кожном трансплантате. Показан сформированный кожный трансплантат. Сверху, чтобы избежать прилипания губки к трансплантату, укладывается кишечная пленка и далее сформирована система контролируемого отрицательного давления. На правой нижней фотографии показан результат перевязка на пятые сутки. Видно, что кожный трансплантат полностью прилегает к гну раны и признаков некроза не выявляется. Резюмируя все вышеизложенное, хочется сказать, что данная система является современной и высокоэффективной и при применении по показаниям позволяет достигнуть хороших результатов в заживлении сложных ран. Спасибо за внимание.